Митинговый мальчик, а по совместительству спикер парламента Армении Ален Симонян, очень странная фигура в команде Никола Пашиняна. Этот мальчик, хоть и является человеком команды, действует автономно. Пашиняну стоило бы уже обратить внимание на спикера, который своей болтовнёй постоянно размывает добрые намерения премьера. Глава правительства говорит о мире, а где-то на заднем плане возникает Симонян и заявляет об отказе от мирного договора. Возможно, Олег, просто неразумное дитя, но к сведению Никола, его грозный писк воспринимается как официальная оппозиция Еревана. Потому что митинговый мальчик Симонян не просто мальчик, а еще и спикер парламента. Совсем недавно он заявил, что Армения может в один прекрасный день отказаться от подписания мирного договора, чего не позволял себе даже Пашинян, и буквально начисто стер все миролюбивые тезисы своего шефа. Или же последний случай, пару дней назад Симоняна зачем-то послали в Испанию на конференцию председателей парламентов государств-членов ЕС. Зачем? Армения не член ЕС и не кандидат в члены. Мы уже не говорим о том, что стране, даже пока не подавшей заявку на кандидатство, зачем-то предоставили слово. Но что сделано, сделано. Симонян добрался до микрофона и понес традиционную ахинею. Отметим, что конференция была посвящена теме информационной безопасности. Ален, но не Дилон, рассказал о жутких угрозах, с которыми сталкивается Армения в этой сфере. День и ночь коварные азербайджанцы якобы засоряют сеть различными фейковыми материалами с целью постепенного захвата армянских территорий. Фейковыми Симонян называет видеоролики, свидетельствующие о передвижении военной техники и личного состава вооруженных сил Армении в сторону границы. В конце марта-начале апреля этот процесс шел весьма активно и прекратился только после брюссельской встречи 5 апреля. Что там сказали Пашиняну, мы не знаем и гадать не хотим. Если фейковый спикер называет эту информацию дезинформацией, то напомним ему реакцию оборонного ведомства его собственной страны. В ответ на обвинения азербайджанской стороны там ничего не стали отрицать, а сказали буквально не ваше дело, мол в армии проводятся сборы и учения с участием боевой техники, это право Армении и оно никого не касается. То есть стягивание войск к границе все-таки имело место. Какая же это дезинформация? Нет, правда Николу Пашиняну нужно ограничить возможности Симоняна работать языком. В то время, как премьер-министр с воодушевлением комментирует начавшуюся делимитацию, его спикер, сидя в пальме, понимаете как хотите, разглагольствует о якобы подготовке Азербайджанам почвы для нападения и оправдания собственной агрессии. Как водится, для усиления впечатления на европейцев, к делу была подключена и Россия, с которой злые азербайджанцы совместно полили фейкометами в белых и пушистых армян в связи со встречей в Брюсселе. Ну какие же мы все нехорошие, черт побери. Если серьезно, то Ален Симонян, это позор команды Пашиняна. Арарат Мерзаян тоже не блещет умом и сообразительностью, но он хотя бы старается. А болтовня армянского спикера, это риторика продавца зелени на Ереванском базаре или таксиста из-за штатного Марза. Информационная безопасность, это более серьезное и глубокое понятие, оно гораздо глубже, чем себе может представить митинговый мальчик Алик. Хотя откуда ему знать об этом. И самое главное, не армянской стороне рассуждать о фейках и угрозах информационной безопасности. По масштабам распространения дезинформации Армения находится в первых рядах, а по степени вредоносности ей вообще нет равных и еще раз настоятельно советуем Николу Пашиняну, заклейте, наконец, этому мальчику ротик скачем. А то ведь он может Армению очень подвести. Вот это ваш мальчик? Спросил завхоз подозрительно. Мальчик, сказал Астап, разве плох? Типичный мальчик, кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.